Чтобы попасть на небеса, мы нуждаемся в полной трансформации. Мы нуждаемся в ней как отдельные люди и как церковь в целом. Настало время говорить об этом, ведь к нам относится весть о том, что прямое свидетельство вызовет просеивание. Продолжение следует... В студии «Изумительные открытия» И пастор Вальтер Вайс представляет серию темы под названием «Полная трансформация». Мы должны будем пережить полную трансформацию. Разве я сторож брату своему? Эта тема, пожалуй, самая трудная. Разве я сторож брату своему? Наш главный текст. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Попробуем рассмотреть опыт Ильи. «И сказал Илья, фесвитянин из жителей галатских Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». Среди галатских гор, к востоку от Иордана, во дне Ахава жил человек веры и молитвы. Вспомним, что Илья – это прообраз, Илья – это антитип, это наталкивает на размышления. Он не сливался с обществом, он был несколько отделен. «Среди галатских гор, к востоку от Иордана, во дне Ахава, жил человек веры и молитвы, чье бесстрашное служение, ему-то и выпала миссия остановить быстро распространяющиеся отступления в Израиле». Повезло же человеку, да? Не совсем. Это не самое приятное из Божьих поручений. Удаленный от всех известных городов, не занимая никакого высокого положения в этой жизни, Илья Фисвитянин, тем не менее, принялся исполнять свою миссию с верой в твердое намерение Бога приготовить путь перед Ним и даровать Ему большой успех. Слово веры и силы было у него на устах. И такими можем и должны быть мы все, потому что мы все являемся Ильей-антитипом. Вся его жизнь, вся его жизнь была посвящена делу реформы. Он был глазом вопиющего в пустыне, чтобы обличать грех, разрушать оковы зла. И хотя он пришел к людям в качестве обличителя греха, его весть была бальзамом Галаада. Он жил в горах Галаадских. «Для больных грехом душ, всех, кто желал исцеления». Пожалуй, это описание – одно из самых красивых описаний, прочитанных мною, описаний долгой Ильи последних дней. Такими нам необходимо быть. Такой характер нам нужно обрести. И миссия, описанная здесь, далеко не самая приятная из всех, которые мы себе представляем. Бытие 4.9 «И сказал Господь Каину, «Где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Что это значит? Слово «сторож» в оригинале «шамар» происходит от простого корня и означает «огородить», например, как терновой изгородью, а также охранять, защищать, служить, предупреждать, быть осмотрительным, уделять внимание, хранить, помечать, смотреть за кем-то, наблюдать, сохранять, уважать, приберегать, спасать, уверять, ожидать, наблюдать. Очень много значений. Фактически, это описание миссии – хранить. Это сильное описание миссии. Разве я сторож брату моему? Церковь – это единое тело. Во втором послании к Коринфянам, обращаясь к христианам из язычников, Павел пишет, «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут Моим народом». Итак, эта церковь – храм Бога живого. Это храм не из камня, это храм из людей. Ефесянам 2 глава. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие никогда далеко, стали близки кровью Христовую. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди и учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле, то есть в теле церкви, примирить обоих с Богом посредством креста, в теле Христа, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам дальним и близким. Все, кто были далеко, приглашаются в это единое тело, в тело Христа. Он умер за них. Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Мы наблюдаем народ, состоящий из разных людей. В нем нет Елена, нет Иудея. Один, единый народ составляет это тело. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает святый храм в Господе. на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Итак, церковь – это нечто особенное. В ней собраны все эти люди, там ее краеугольный камень Христос, и это здание – ничто иное, как жилище Бога, в котором Он живет Духом. Очень важный факт. Деяние, 15 глава. «Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиофию с Павлом и Варнабвою, именно, Иуду, прозываемому Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и выручив им следующее. «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников». Какой здесь перевод у меня? Я возмущающий Израиля. Это перевод короля Якова. Кто же здесь называется церковью? Это важный вопрос. Нужно выяснить достоверно, кто здесь назван церковью. «Тогда апостолы и пресвитеры с кем? Со всей церковью». Стих 23. «И они…» Кто это «они?» Я хочу знать, кто здесь имеется в виду. «Они написали через них так. Апостолы и пресвитеры и братья». Так кто же составляет церковь? Каждый человек в ней состоящий. Да, есть ответственные лица, но когда дело касается решений, в этом участвует вся церковь, все люди в ней. Теоретически мы имеем такую же структуру в андвитистской церкви. Ни одна доктрина не может быть изменена до тех пор, пока не состоится генеральная конференция, которая собирается раз в каждые пять лет, и каждый делегат должен иметь право голос. У нас не папская система. В нашей церкви один человек не может изменить уклад или учение всего церковного народа. Другие церкви, конечно, имеют синоды, в которых есть свои апостолы и старейшины, а посторонние туда не допускаются. Это не церковь. Там несколько человек решают за всех остальных. Но мы читаем истину, которая гласит, апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, радоваться. Тогда апостолы и пресвитеры со всей ее церковью рассудили. Мы все являемся единым корпоративным телом Христова. Этот текст не может угодить римской католической иерархии. В одном из современных переводов написано, «С этими братьями они послали такое письмо апостолы и пресвитеры, запятая, и братья ваши, братьям из язычников в Антиохии, Сирии и Килики». Что же они сделали здесь? Они отделили элиту, отделили группу начальствующих, поставив ее над братьями. В другом современном переводе вообще сказано, «Они послали следующее письмо, через них точка, все остальное опустили». Поэтому вы видите, как понятие «вся церковь» низводится к горстке лидеров, игнорирующих остальных, а затем вообще убирается из текста. Что касается лично меня, мне нравится неизмененный перевод. Думаю, что Божья структура базируется на этом образце. Итак, это церковь, которая состоит из апостолов, пресвитеров и всей церкви. это особенный народ, это уникальный народ, святой народ, отделенный народ, странный народ, если хотите. Вы согласитесь, что это странный народ. Они отделены от остальных. Второзаконие 14.2. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом». Это просто совпадение, что слово «особенный» или «специфический» в английском языке имеет двойной смысл. Но это очень кстати, не правда ли? «Собственным Его народом из всех народов, которые на земле». «И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом». Как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его, вот что делает нас особенными, делает нас странными и чужими для других. Я не знаю, как эту истину можно втиснуть в экуменические цели и стремления. Она туда просто не помещается. Итак, если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом, дословно особенным сокровищем из всех народов, ибо Моя вся земля. Особенный народ. Включая в себя все эти фракции, когда все стены разделения будут устранены, они будут Божьим, особенным, драгоценным народом. Псалтырь 134, стих 4. «Ибо Господь избрал себе Якова, Израиля, в собственность свою, дословно в особенную драгоценность свою». Это странная небольшая группа людей на всей планете. Его особенный, драгоценный народ. Титул 2.14. «Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, зачем? «Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра 2.9. Разве не прекрасное описание церкви? Такой Бог видит ее. Он видит ее, подобной жене Авраама. С ног сшибательной. Глаза фараона вылезли из орбит, когда он увидел ее. Ослепительная красота. Такой Бог видит церковь. Но сара была далека от совершенства. Ее нельзя было назвать совершенно честной. Но она была прекрасна. Нам, как народу, необходимо быть внимательными и прилежными, чтобы не забыть упреки нашего Господа. Мы избежим многих опасностей, если будем оставаться особенным народом, отделенным от мира. «Наши дети, наследие Господа, даны нам для воспитания и обучения со всей верностью послушанию Богу и соблюдению всех слов Господа и исполнению Его заповедей. Родители ответственны перед Богом за тщательное наставление своих детей на пути послушания Богу». Девятый том собрания рукописей, страница 73. Кому же послана эта весть? Цитирую. «Адвентисты седьмого дня были избраны Богом как особенный народ, отделенный от мира. Великой киркой истины Он высек их из камня этого мира и соединил их с собой. Мы и есть этот народ, адвентисты седьмого дня. И это все произошло не потому, что они молились, не потому, что они достойны, а потому, что Бог велик. Он сделал их своими представителями и призвал их быть Его послами в последнем труде спасения». Эти вести для церкви. «Величайшие богатства истины, которые когда-либо знали смертные люди, самые торжественные и строгие предостережения, когда-либо посланные Богом людям, были даны им, чтобы они передали их мир. Разве это невеличественное поручение? Какое доверие? И мы будем прятаться в кустах и растворяться в экуменических дебрях? Зачем это делать? И в выполнении этого поручения наше издательство находится среди самых эффективных средств. Распространение литературы, вот о чем идет речь. Видеолекции также относятся к этому средству, не так ли? Да, несомненно. Это тоже литература своего рода. Слова записаны на твердых носителях, или, если хотите, камни уже вопьют. Мы призваны преподавать ясное учение. Те, кто познал истину и почувствовал ее важность, кто пережил опыт божественного влияния, должны преподавать своим детям здравое учение. Не просто какие-то истории, а здравое учение. Если вы желаете знать, где найти здравое учение, вы найдете его в Библии и в Духе Пророчества. Там содержится здравое и надежное учение. Им следует познакомить детей с величайшими столпами нашей веры, чтобы они знали, по какой причине мы являемся адвентистами седьмого дня. Я в самом начале уже говорил и не собираюсь никаким образом стесняться этого. Я адвентист седьмого дня. Не просто какой-то такой же христианин, как и все христиане. Почему мы были призваны, как дети Израиля, чтобы быть особенным народом, святым народом, отделенным и отличным от других людей по всему лицу земли? Эти вещи необходимо объяснять детям простым и понятным языком. Делаем ли мы это, как церковь? И по мере их взросления, преподаваемые им уроки должны соответствовать их возрастающим способностям до тех пор, пока основания истины не будут заложены глубоко и широко. Если бы мы делали это постоянно, какую силу имела бы наша церковь? На нас смотрят, как на особенный народ. Я вспоминаю свою бедную жену, когда мы первый раз пошли есть и проводить время с адвентистами. мы взяли с собой детей. Прошло около часа, и она пожелала уйти, не в силах больше этого выносить. Мы оставили там детей и отлучились. Нас не было три часа. Все три часа она плакала. Все три часа. Затем мы снова вернулись к этому особенному народу. Какой это был кошмар. И мы до сих пор с этим народом. Наша вера и положение отличают нас от всех других вероисповеданий. Если мы своим образом жизни или характером не являем миру лучшие, более достойные черты, инаковерующие указывают на нас пальцем и презрительно говорят, это адвентисты седьмого дня. Смотрите, смотрите, как поступают люди, соблюдающие субботу вместо воскресения. Таким образом, заслуженное этими людьми клеймо позора незаслуженно переносится на всех, кто добросовестно соблюдает субботу. О, насколько было бы лучше, если бы такие люди вообще не прикидывались, что живут в послушании истине. Очень важные слова, не правда ли? Из пятого тома свидетельств, страница 138. Особая роль нашей литературы. Работа наших издательств была сформирована водительством Божьим под его особым контролем. Она была создана для выполнения конкретных задач. А до тесто седьмого дня были избраны Богом как особенный народ, отделенный от мира. Величайшие росписи драгоценной истины когда-либо открыты людям, торжественные и строгие предостережения когда-либо посланные Богом людям были даны этой церкви. Издательства выпускали этот материал. Что мы выпускаем сегодня? Одну воду? Многие члены церкви, которые сердцем принадлежат миру, сколько их? Много. Но Бог призывает тех, кто заявляет о своей вере в передовые истины возвыситься над настоящим отношением популярных церквей к этим вопросам. Где самоотречение? Где несение креста, которые, по словам Господа, будут характерны его последователям? Причина, по которой мы оказываем такое незначительное влияние на своих неверующих родственников и ближних в том, что мы проявили почти никакого отличия в своих делах отдела этого мира. Мы такие, как они. родителям нужно пробудиться и очистить свои души, воплощая истину в своих домах. Когда мы достигнем стандартов, которые Господь желает нам достичь, я люблю эти слова. Мирские люди станут считать адвентистов седьмого дня странными, обособленными, узкими, экстремистами. Мы сделали позорищем, дословно зрелищем для мира, для ангелов и человеков. Смотрят ли на вас люди как на странных, обособленных, узких экстремистов? Если нет, то у вас проблемы. Проблема не в них, а в нас. Искупитель мира не одобряет религиозной практики и опыта в религиозной сфере, независимого от Его организованной, официально признанной церкви. Сейчас мы уже видим проблему. В этой церкви Бог желает, чтобы мы переживали Его водительство. Подобно водительству с помощью столпа облачного и огненного. Многие считают, что они обязаны только одному Христу за полученный свет и опыт. И они желают служить голове, не имея отношения к телу. И не зависят от тех, кто назван Его последователями на этой земле. Но в истории обращения Павла нам показаны важные принципы, которые нам необходимо всегда помнить. Он был в личном присутствии Христа. Ему Христос доверил самую важную миссию. Он был избранным сосудом Господа. И все же Бог не преподавал ему уроки истины в личном общении. Он остановил его на его пути, обличил его. Но когда Павел спросил, что повелишь мне делать, Спаситель привел его в особую связь с церковью, чтобы там его направили в его деятельность. Я христианин, адвентист седьмого дня. Я принадлежу этой церкви. Я не могу трудиться независимо от своей церкви. Да, в этой церкви меня многие раздражают, но это Божья церковь. И я буду трудиться в этой церкви. Мы имеем потрясающую весть. Как Иоанн приготовил путь для первого, так и мы должны приготовить путь для второго пришествия Христа. Нам нужно возвысить субботу, проповедовать послушание всем Божьим заповедям. Вводим и любовью Христовой и им нужно сотрудничать с ним, восстанавливая разрушенное, отстраивать основания для многих поколений. Нам нужно говорить, вот здесь вы пошли не туда, друзья. Церкви реформаторов, посмотрите, где вы были и где вы сейчас. Давайте восстанавливать разрушенное. Восстанавливайте пути для населения. Их свидетельство должно ясно возвысить голос за субботу четвертой заповеди, чтобы она была постоянным напоминанием от Бога, привлекающим внимание и пробуждающим стремление провести исследование, которое бы направило умы людей к их Творцу. Нам поручено возвещать трехангельскую весть. Ни одна церковь на планете этого не делает. Нельзя никогда забывать, что эти структуры призваны сотрудничать в слаженном труде с небесными посланниками. Они трудятся наряду с вестниками, которых символизирует ангел, летящий посредине неба и имеющий вечный Евангелие. Наступил час суда его, вот наша весть. Делайте упор на особых истинах. Мы обязаны достоверно и точно провозглашать все сказанное Богом. И никакой уступчивости в этом вопросе. Мы не вправе оставлять на втором плане те особые истины, которые отличают нас от мира и делают нас тем, чем мы являемся. Существует ли сегодня тенденция делать это, оставлять эти истины на втором плане? Но нет, нам нельзя умолять их, ибо они преисполнены вечного значения. Бог дал нам свет познания относительно происходящего в мире в последние времена. И мы обязаны письменно и устно провозглашать эту истину миру, провозглашать ее невяло и бездуховно, но в проявлении Духа и силы Божьей. Это наша миссия, как церкви адвентистов седьмого дня. Первое послание Петра 2, 17 сказано так, «Всех почитайте». Это значит, что я должен воздавать необходимую честь всем людям на планете, включая лидеров, отступивших или нет, иродов, убивающих людей, агрипп и так далее. Все эти люди есть сегодня. Павел был прямым человеком, указывал на грехи людей, но при этом он уважал и почитал их. Затем мы читаем «Братство любите любовью агапы, Бога бойтесь, царя чтите». И где бы Библия не говорила о любви к братьям, она всегда использует слово агапы, имея в виду любовь агапы. и без этого слова мы были бы в большой беде, потому что оно обозначает бескорыстную любовь, которую может вменить только Бог. Это не просто сентиментальность и поверхностные отношения, не затрагивающие серьезных вопросов. Это любовь высока. И если бы здесь было другое слово, у нас были его большие проблемы. Братство любите, любовь агапы, Бога бойтесь, царя чтите. Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Итак, Бог призвал народ исполнять волю Отца Небесного, назвал их адвентистами седьмого дня, чтобы это название было упреком для мира. И кто будет исполнять волю его, тот мне говорит Иисус. Мы знаем, что грех есть беззаконие, что всякий пребывающий в нем не согрешает. В Послании Галатам сказано, итак, доколе есть время, будем делать добро всем. Затем небольшое дополнение, а наипаче своим поверим. Галатам 6.10. Где же наш первичный центр внимания? Здесь. Мы наблюдаем сегодня тенденцию уделять больше внимания тем, кто где-то там. Да, проповедовать нам действительно нужно там, но забота моя строго привязана к моей церкви. Эта церковь состоит из отдельных личностей. Мы все личности. мы не роботы. Мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена, пишет апостол Павел в послании к Римлянам 12.5. Мы одно, но еще и отдельные личности. 1 Иоанна 2 глава. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит и не знает куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Мне необходимо любить этих братьев. Это непросто. Как говорилось раньше, легче любить истину, легче любить Иисуса, легче стоять за истину до смерти, режьте меня за истину, но любить братьев только не это, пожалуйста. Все, что угодно, только не эти братья. Но сказано любите братьев. 1 Иоанна 3 глава. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так, всякие не делающие правды, не есть от Бога, равно и не любящие брата своего. Стало быть, это имеет большое значение. Это и есть самое трудное испытание. Любовь к братьям. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведны. И так продолжается все время. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Это вопрос жизни и смерти. Это не просто пустяк какой-то. Это серьезно. Иисус спрашивает, вы любите меня? Вы по-настоящему любите меня? Да, Господи, я люблю тебя. Давай это проверим. Люби меня в этом брате. Это уже не так просто, верно? Всякий ненавидящий брата своего есть человек убийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Если вы не любите братьев, вы не имеете вечной жизни. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу, жизнь свою, и мы должны полагать души или жизни за своих братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети Мои станем любить не словом или языком, но делом и истинною. Четвертая глава этого же послания. Кто говорит, «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец?» Ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Самая тщательная проверка истинности наших отношений со Христом. Всякие верующие, что Иисус Христос от Бога рожден, и всякие любящие родившего, любят и рожденного от него, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякие рожденные от Бога побеждают мир, и сияя из победы победившая мир, вера наша. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного составляют одно тело, так и Христос. Невозможно любить Христа, не любя Его тело. И то, и другое имеет равное значение. Но что, если это тело такое непривлекательное? Что мне делать с этим бедным телом? Скажите, когда вы сами были еще грешниками, разве я не умер за вас, говорит Господь? И вы пренебрегаете братьями? Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, мы все с вами личности. Каждая из нас имеет свою индивидуальность. Но это никак не угрожает нашему единству. Мы едины. «А ты, что осуждаешь брата твоего? Или ты, что унижаешь брата твоего?» Все мы предстанем на суд Христов Римлянам 14.10. Вот она, точная проверка. Тысячи и тысячи погибнут, потому что не любят братьев. Тысячи никогда не согласятся иметь единство с Церковью Христовой, потому что они презирают братьев. Я не буду в этой группе. Разве мы не слышим это повсюду? Я не хочу быть членом этой общины. Они странные. Они должны быть странными, чтобы вы научились любить их. Христос не признавал никаких различий. Христос не признавал никаких различий в национальности, положении или образе мыслей. Христос пришел разрушить всякую стену разделения. Он пришел показать, что его дар милости и любви также не ограничен, как воздух, свет или потоки дождя, освежающий землю. Жизнь Христа учредила религию, в которой нет кастовости, религии, религию, в которой иудей, и язычник, свободный и раб соединены в едином братстве и равны перед Богом. Но в новом интернациональном переводе уже наблюдается различие между иерархией и братьями, как мы уже говорили. Никакие политические вопросы не влияли на его решение. Он не делал никаких различий между соседями и чужеземцами, друзьями и врагами. Он в каждом видел душу, жаждущую воды жизни. Если кто-то бы имел причину для ненависти к братьям, то этим человеком, пожалуй, был бы я. И одно время я действительно ненавидел некоторых братьев. Даже некоторых руководящих братьев я ненавидел. Моим любимым текстом тогда были слова «Как ненавижу я ненавидящих Тебя, Господи!» Я очень любил этот текст тогда. Однажды я пришел домой с одной крупной евангельской компанией. Я должен был отправить жену домой, чтобы она не умерла на этой компании. Она уже не могла там она стала таять на глазах и я отправил ее домой. Мы поменяли билеты на самолет и чтобы выжить она полетела домой. И когда я прилетел оттуда домой я сидел на стуле три месяца. Это было не смешно. Я просто сидел. И когда я встал с этого стула по просьбе жены в моем сердце жила ненависть. Я ненавидел братьев. И у меня были причины их ненавидеть. Они не заслуживают любви. Их невозможно любить за что-то. По крайней мере я так думал. И я ходил с ненавистью в сердце долгое время. Ненавидел братьев. И я боролся с этим. Это плохо. Невозможно с этим жить. Невозможно с этим продолжать быть Сыном Божьим, оставаясь с этой ненавистью в сердце. Невозможно трудиться дальше. И я боролся с этой ненавистью. Боролся и боролся. И однажды, когда я гулял в горах, я сел и сказал, Бог, я не могу с этим жить. Забери это от меня. Забери. И он забрал. Он забрал эту ненависть. Я уже не имею ненависти к братьям. Я люблю их. Мне они не нравятся. но я люблю их. Я желаю, чтобы они все спаслись. И чем хуже наши братья, тем больше мы должны их любить. просто подумать, если они не изменятся, что с ними будет. У них никакой надежды нет. Какое преимущество иметь надежду и все то прекрасное, что мы имеем и что нам пообещал Бог. Нам нужно любить братьев, и чем хуже они становятся, тем больше нам нужно их любить. Если мы достигнем этой цели, все будет в порядке. Он искал возможности вдохновить надеждой самых грубых и с виду безнадежных людей, внушая им уверенность в том, что они могут стать чистыми и безупречными. И таковые есть в церкви. Есть и самые с виду безнадежные, самые жалкие, и самые грубые. В церкви есть и такие. И многие из них причиняют вред, и многие ненавидят братьев. В нашей церкви присутствует ненависть к братьям. Такая ненависть, в которую трудно поверить. Но один мягкий ответ, одно нежное прикосновение, и вся их жизнь может измениться. Нам не сказано, что наша христианская жизнь будет свободна от испытаний, но нам будет дана благодать для того, чтобы их переносить. Каждый из нас лично призван проходить через искушения и испытания, но цель, с которой они допускаются в нашей жизни, заключается в том, чтобы мы устремились к совершенству в благодати и любви, чтобы признаки эгоизма могли исчезнуть и образ Христов проявиться в нашем характере. Что делал Моисей, когда с ним обращались несправедливо, когда его советы презирали, когда ему мстили неизвестно за что, и когда Господь сказал ему отойди от них, чтобы я их уничтожил и произвел другой народ от тебя, что он сделал? Сказал, слава Богу за это избавление, да? Нет. Он сказал, вычеркни меня из книги жизни твоей, чтобы они были спасены. Члены Церкви Божьей будут испытаны в индивидуальном порядке. Нам предстоит лично быть призванными действовать для подвижения дела Божьего на земле, для оправдания Божьего закона и возвышения Спасителя, как акция Божьего, который берет на себя грех мира. В индивидуальном порядке мы призываемся в Церковь, и каждый из нас должен исследовать истину лично для себя. Нам следует лично убедиться в истинности каждого учения. Как народ мы призваны каждый лично стать учеником и исследователем пророчеств? Нельзя использовать Церковь в качестве костыля. Нельзя обвинять Церковь за какие-либо недостатки в вашем образовании и вашем знании и учении Христова. Господь поместил для вас в этой Церкви все, что вам нужно. Теперь каждому из нас лично необходимо убедиться в том, что мы верим в истину и поступаем верно. Нам нужно старательно наблюдать за тем, чтобы мы распознали каждый луч света, который Бог нам пошлет. Необходимо улавливать самые первые проблески света, и посредством молитвенного изучения мы сможем получить еще более ясный свет, который можно будет раскрывать другим. Другими словами, мы в Церкви остаемся индивидуальностью. Величайшая и самая важная мудрость заключается в познании Бога. Наше «Я» отходит на задний план, когда мы созрицаем Бога и Иисуса Христа, Которого Он посла. Библия должна стать основанием для всяких исследований. Каждый в личном порядке должен познавать этот учебник, данный нам Богом. Мы не можем оправдываться и говорить «Господи, я же в Церкви, а Церковь в жалком состоянии, и она ничему меня не научила, я не получила никакого света. Пастор проповедует какие-то расплывчатые вести, я засыпаю на его проповеди, я уже больше не могу этого терпеть». Он не ответственен за уровень вашей духовности. Каждый из нас ответственен за свою личную духовность. Не нужно винить пастора, не нужно винить пресвитеров, мы ответственны. Библия единственная книга, которая говорит, что нам делать, чтобы спастись более того. она может даровать силу для развития интеллекта. Многие книги, которые приняты на вооружение в системе образования, на самом деле введут в заблуждение иллюзии и обман. Что общего у Мекины с чистым зерном? Сатана сегодня пробуждает многих людей наводнить мир литературой дешевого и поверхностного содержания. Я прихожу в адвитинские книжные центры и вижу там весь этот мусор, который мы читаем. Мы готовы принять все, только бы не книги Духа Пророчества. Вы замечали это? В вопросах здоровья мы можем читать кого угодно. если кто-то начнет выступать на лагерном собрании как недавно в Африке когда влиятельные люди говорят вы должны есть то или это чтобы жить все оставляют свой образ жизни и начинают идти по этому пути. Но откуда эти авторитеты берут информацию? Зачем прыгать с 10 этажа когда кто-то говорит прыгать? Почитайте сами что Дух Пророчества говорит по этому поводу и вы не забудетесь. И так мы не можем винить церковь за наше состояние. После чтения этих книг ум живет в нереальном мире и реальная жизнь которая может приносить пользу остается пустой как бесплодное дерево. Мозг отравлен делая невозможным и даже если сам папа вручит вам книгу почитать это не значит что вы должны ее читать. Если ваша церковь раздает книгу говоря вот что нашему поколению нужно читать а она написана рукой свободного масона мы можем сказать спасибо за книгу она хорошо поможет мне в отоплении моего дома. Ум привыкший питаться мусором не способен увидеть в слове божьем его красоту. Это просто факт. Чем больше вы читаете эти материалы тем дальше вы отцели. Это самая богатая церковь в мире. Почему бы нам не припасть к самому источнику изобилия? Любовь к Иисусу и стремление к праведности пропадают ибо ум состоит из того чем он питается. Питая свой ум выдуманными историями возбуждаются страсти. Поверьте те книги которые раздаются порой в нашей церкви не больше чем выдуманные истории или даже хуже. Они подобны хворосту и соломе для огня. И это приводит к потере интереса к божественному учебнику. А мы как раз имеем эту проблему. Но не нужно обвинять церковь. Церковь не нужно ругать. Церковь не ответственна. Каждый из нас ответственен за то, что читает. Мы не спасаемся группой как секты. Никакое название церкви не имеет способности обеспечить нам благоволение Божие. Мы спасаемся в личном порядке как верующие в Господа Иисуса Христа. И благодатью вы спасены через веру и сиение от вас дар Божий. Наши имена могут быть записаны в списках самой духовной общины. И при этом мы можем не принадлежать Христу. И поэтому наши имена могут отсутствовать в книге жизни Уагдзе. Весьма прямое высказывание. Он совершил бесконечную жертву, потому что это было единственным средством, при помощи которого человек мог бы спастись. Те, кто верит в Христа, покажут это в своей жизни и в своем характере. Созерцая Христа, они будут преобразованы в его подобие, и Христос будет открыт миру с помощью своих последователей. Если мы являемся ветвями украшать нашу жизнь как естественный результат этого, нам нужно изучать эти истины. Нам. Мне нравится этот человек. Он один из моих любимых персонажей истории. Даже если ему наносили тяжелый удар, другие, такие, как Мелангтон, поднимали его. Мартин Лютер в своем труде «Свобода христианина» закладывает два принципа, основанных на тексте 1-го посланника Римфинам 9-19. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. И Лютер пишет, христианин это господин, совершенно свободный от всех, не подчиненный никому. И второй принцип. Христианин совершенным образом служит всем, подчиняется всем. Разве это не великолепно? Этот человек имел мудрость. Второй принцип должен опираться на первый. В противном случае христианский опыт становится рабством, продолжает Лютер. В правильных взаимоотношениях друг с другом, однако оба принципа приносят благословение. И мы этому должны научиться в церкви. Нельзя смотреть на лица или смотреть на их дела. Конечно, мы имеем поручение быть стражами на стенах Сиона. Но в вопросах, имеющих прямое отношение к спасению, не имеет значения, что делают другие люди. И нам нужно это понять, иначе у нас будут постоянные проблемы. Работа, доверенная нам Господом, будет продвигаться быстро только тогда, когда мы будем трудиться в единстве. Кто-то скажет, да, именно в это я и верю, в объединение. Но христианское единство это не то, что мир называет объединением. Единство между братьями ведет к объединению со Христом и с небесными ангелами. Только такое объединение имеет небесное происхождение. Итак, здесь присутствуют определенные принципы. Единство не означает, что я должен подчиняться неразумным решениям. Консолидация приводит к возвышению человека. Политика консолидации – это говорит тот же дух пророчества, где бы она ни продвигалась, ведет к возвышению человечества, а не божественного. Итак, участие в экономическом движении возвышает только человеческое. Божественное вытесняется человеческим ради единства. Разве не так? Иначе не получается. Те, кто занимают высокие посты в различных учреждениях, смотрят на централизованную власть в вопросах поддержки и водительства. Это неразумно. По мере ослабления чувства личной ответственности, они теряют высочайший и самый драгоценный из всех человеческих опытов – постоянную зависимость души от Бога. паспорта. мы будем постоянно спрашивать, а что говорят там наверху, то мы не сделаем ничего полезным. Не осознавая своей нужды, они не могут пребывать в постоянном бодрствовании и молитве, в постоянной покорности Богу. Так говорит Эллен Уайт, собрания редко достигают уровня высшей нормы стандартов своего пастора. Кто же наш пастор? Кто им будет? Кто является для нас мерилом и образцом для подражания? Наш пастор в общине или Иисус Христос? Нам нужно начать наблюдать за собой в церкви. Если бы вы трудились с Духи Святом, Его силой, то Утешитель пребывал бы с вами все время. Не имеет значения, что скажет это ли тот человек. Вы не подотчетны ни одному человеку, вы подотчетны Богу. Он дал вам мы призываемся Богом лично. Несмотря на частые возражения и противоположные мнения, люди продолжали планировать и добиваться централизации власти, подчиняя многочисленные цели единому контролю. Тотальный контроль уродует людей. Эта деятельность сперва началась в офисе издательства Ревиан Геральд. Сначала все делалось так, затем иначе. Именно враг нашего дела склонил к призывам за консолидацию издательской в Баттл-Крике. Это принцип такой. Сначала апостолы, затем пресс-витеры и уж потом так называемые братья. Затем возобладала идея о том, что медико-миссионерская работа будет продвигаться гораздо быстрее, если все наши медицинские учреждения и другие медико-миссионерские проекты будут приведены под контроль медико-миссионерской ассоциации в Баттл-Крике. И у нас появились специальные органы власти, которые говорили нам, что нам нужно делать, во что нам нужно верить. И если вы с ними не соглашались, ой-ой-ой, у вас появлялись проблемы. Мне было сказано возвысить свой голос, предупреждая против этого. Нам нельзя быть под контролем людей, которые и себя-то не могут контролировать и которые не желают быть подотчетными Богу. Нам нельзя идти за людьми, которые желают, чтобы их слово подчинялись как воле власти имущих. Кому мы подотчетны? Мы подотчетны Богу. И тем не менее, нам нужно любить братьев. Хорошо, как же нам тогда быть едиными, если мы все отдельные личности в этой маленькой коробке делаем свое дело? И сказал Авраам рабу своему старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, положи руку под стегно мое, и клянись мне, Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему дочери из дочерей Хананеев, среди которых я живу, бытие 24 глава. Здесь мы встречаем прообраз принципа верности семье Божьей. Все отношения направлены на семью Божью. Мы индивидуальности, соединенные в общество. И остался Ияков Ияков остался один. Совершенно один. Спасение это индивидуальное дело. И боролся некто с ним до появления зари, и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его. Я должен посвятить отдельную лекцию бедру. Одну ногам, а вторую бедру. И повредил состав бедра у Иякова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Ияков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое, Ияков. И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты, как князь, боролся с Богом и человеком, и победил. Это изумительно. Итак, нам предстоит бороться с Богом в личной схватке. Нам нужно ухватиться за Него. И если даже наше бедро выйдет из сустава, пусть будет так. Если бедро моей жены вышло из сустава, то Библия говорит, да будет двое одноплоть, то есть это мое бедро вышло из сустава. Потому что бедро моей жены это мое бедро. Мое бедро вышло из сустава. Я могу только себе представить, как во время пришествия Христа все вышедшие бедра будут возвращаться на свои места. Бог сказал Якову, встань, пойди в Вифиль. Вифиль означает дом Божий и живи там и устрои там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исаава, брата твоего. И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним. Мы уже переходим от личности к общности. Сначала мы видим личный опыт, личную борьбу с Богом, а затем он отправляется в дом Божий, это значит Вифиль. Разве не изумительно, что в этой языческой стране Бог так предусмотрел названия и мест и городов, чтобы использовать их в этих прообразах? Разве это не великолепно? И это не выдуманные имена, а буквальные настоящие названия. Эти города существовали, и это можно установить с помощью археологии. И сказала Яков дому своему и бывшим с ним, всем бросьте богов чужих находящихся у вас и очиститесь и перемените одежды ваши. Итак, если вы стали христианином, если вы имели этот личностный опыт, то вы наблюдаете изменения в своей жизни. Идолы уходят, мини-юбки лежат без дела в шкафу, вызывающая одежда больше не пользуется спросом, встань и пойдем в эфиль, то есть в дом Божий, там устрою я жертвенник Богу, то есть поклонение Христу, искупление, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мною в пути, которым я ходил, и отдали Якову всех богов чужих, всех чужих богов, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Яков под дубом, который близ Сихема. Вот эти люди пришли, и это похоже на автомойку, с одной стороны подходят, затем проходят через очищение, но эта мойка имеет такие свойства, что проходя через нее пропадают даже драгоценности, все проходит через фильтр, и вы становитесь особенным народом, становитесь такими, какие есть, все лишнее отпадает, серьги, губная помада, миньи одежда, оттуда выходят совершенно новые люди, странные люди даже, они выходят с другой стороны, и отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Израилев, разве это не изумительно, Бог навес страх на эти города, и пришел Яков в Луз, что в земле хананской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, вы видите здесь корпоративную природу церкви, и устроил там жертвенник, и назвался ей место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего, и умерла Девора, кормилица Ревекина, мне нравится Библия, это всего лишь служанка, простая служанка, Иаков здесь имеет положение князя в этой семье, если хотите, а Девора простая служанка, она была, и она была погребена ниже Вифиля под дубом, который и назван Яковом дубом плача. И явился Бог Якову по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему, Бог, имя твое Яков, а ты не будешь называться Яковом, но будешь имя Израиль, и нарек ему имя Израиль. Итак, Яков был обманщиком, согласно прошлого имени, а стал тем, кто боролся с Богом. И в этом обществе все сплетены воедино с наивысшего до наинизшего. Там они похоронили Девору. Слово «Алон Бакут» означает «дуб плача». Итак, что дети Божьи делали во время похорон Деворы? Они плакали целыми днями. после смерти этого человека. Послушайте высказывание Джона Уэсли. Он пишет «Там они похоронили Девору, кормили цурвейки. У нас есть причина думать, что Яков после пришествия в Ханаан, пока его семья жила в Сихеме, сам пошел посетить своего отца Исааков в Хевробе. Скорее всего, Ревека была на грани смерти, но ее старая няня, имя которое упоминается, семью. И пока они были в Ефиле, она умерла и умерла оплаканная. Ее оплакивали так долго, что дуб, по которому ее похоронили, назван Алон-Бакут, то есть дуб плача. Как нам нужно любить братьев? Любить их делом, любить всех одинаково, и высших, и низших. Не один ли у нас у всех отец, не один ли Бог сотворил нас, почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем самым завет отцов наших, Малахия 2.10. Церковь это школа отношений. Если никто из тех, кто не желает расстаться со своим «я», негоден к небесам, то что же нам нужно делать со своими разногласиями? Как нам достичь такого состояния, при котором мы будем готовы отдавать свою жизнь за братьев? Это серьезный вопрос. А я говорю вам всякие гневающиеся на брата своего напрасно или беспричины в другом переводе. Да, слова без причины это наша зацепка, пока мы не прочтем более точный перевод. Я даже не понимаю, почему мы не видим в этой особенности серьезную вещь, серьезный пункт. Если новые переводы верны, я сейчас говорю вполне серьезно, если новые переводы верны, то все мы обречены на адский огонь. Я говорю не о вечных мучениях, а о моментальном исчезновении, открытом нам в Библии. Никто не пройдет эту проверку, если современные переводы верны, поэтому они не могут быть верными. здесь не сказано всякий гневающийся брата на своего подлежит суду. Но дело в том, что каждый человек так или иначе гневается на брата своего. Здесь сказано гневающийся напрасно или без причин. Кто же скажет брату своему рака или глупец подлежит Синедриону, а кто скажет безумный подлежит гиене огненной. Это серьезные слова. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой. Сделай что можешь. Если твой брат скажет отстань от меня, ты мне неинтересен, то это уже не твоя проблема. А ты что осуждаешь брата твоего или ты что унижаешь брата твоего но господи смотри что он делает он отступник я вижу то что он делает и гневаюсь на него он просто подлец простите но откуда вы знаете что он не покается в этом если вы будете жить с ним вечно в этом случае на небесах то неужели вы собираетесь так же презирать его там как сейчас здесь все мы пристанем на суд христов суд это дело божье а не мое нам нужно пересмотреть свое отношение к этим вопросам не станем более судить друг друга а лучше судить о том как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну римлянам 13-14 14-13 библия полна этих предостережений и что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего а бревна в твоем глазе не чувствуешь матфея 7-3 думаю в моем глазе достаточно бревен для того чтобы я был занят ими вечно или как скажешь брату твоему дай я выну сучок из глаза твоего а вот в твоем глазе бревно лицемер вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь как вынуть сучок из глаза брата твоего если же согрешит против тебя брат твой пойди обличи его между тобой и им одним если послушать тебя то приобрел ты брата твоего наблюдаете за собою если же согрешит против тебя брат твой выговори ему если покается прости ему как часто я должен прощать его тогда Петр приступил к нему и сказал господи сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня думаю у него тоже были проблемы с братьями до семи ли раз он готов на многое не так ли иисус говорит ему не говорю тебе до семи раз но до семи же до семидесяти раз хорошо может до 490 раз я должен прощать своему брату нет до самого окончания времени благодати потому что 490 дней или 70 недель было временем благодати для Израиля как народа поэтому я должен прощать брату своему до окончания времени благодати и от этого никуда не деться ни через семь раз ни через 490 раз снова и снова и снова быть готовым простить и чем хуже поступает брат тем лучше он созидает мой характер иисус говорит ему не говорю тебе до семи раз но до семи ж до семидесяти раз так говорит даже новая интернациональная версия перевода и у меня возникают серьезные вопросы не понимаю как некоторые богословы не замечают этих вопросов но типология и образность открывается прямо из библии вы согласны это серьезно я сказал что не буду давать лекцию об этом но не сказал что не буду внедрять эту информацию в каждую лекцию братья должны пострадать от меня тоже почему я все время должен страдать от братья посему царство небесное подобно царю который захотел сочетаться с рабами своими когда начал он считаться приведен был к нему некто который должен был ему 10 тысяч талантов а как он не имел чем заплатить то государь его приказал продать его и жену его и детей и все что он имел и заплатить тогда раб тот пал и кланяясь ему говорил государь потерпи на мне и все тебе заплачу государь умалосердившись над рабом тем отпустил его и долг простил ему раб же тот выйдя нашел одного из товарищей своих который должен был ему 100 динариев и схватил его душил говоря отдай мне что должен тогда товарищ его пал к ногам его умолял его и говорил потерпи на мне и все отдам тебе но тот не захотел а пошел и посадил его в темницу пока не отдаст долга товарищи его видевшие происшествие очень огорчились упростил тебя потому что ты упросил меня не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего как и я помиловал тебя что значит эти наши неприятности по сравнению с теми грехами которые господь снял с каждого из нас лично ничего не значит если не что то нам нужно любить друг друга в церкви сделайте это жизненной целью полюбить самого заклятого из ваших братьев самого о котором из своих детей вы молитесь больше всего за лучшего или за худшего из них ответьте мне за худшего почему же нельзя делать это же для братьев признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга чтобы исцелиться мы уже читали этот текст ранее об этом же говорит и современный перевод женевской библии старый перевод говорит исповедуйте друг другу свои поступки нам нужно признавать и признаваться что мы имеем недостатки апостол пишет признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга чтобы исцелиться признавайте свои грехи только перед богом мы уже читали этот текст другой лекции те кто не смирил свои души перед богом в признании своей вины еще не выполнили первого условия принятия проблемы у меня внутри а не где-то там какой бы ни был конфликт с братьями проблема у меня внутри а не где-то там то что там это божье дело то что у меня это моя проблема исповедание грехов в обществе или наедине должно быть выражено искренне и добровольно если вы не правы признайте это мы все несовершенны все делают ошибки грешника нельзя принуждать к этому оно не должно совершаться легкомысленно и небрежно не должно быть вынуждено у того кто еще не осознал отвратительного характера греха и таких церквей много многие даже не знают что грешат как вы можете склонить их к признанию того или иного греха если они даже не считают это грехом это подвластно только господу исповедание которое проявляется излитием сокровенных чувств души находит путь к бесконечно сострадательному богу близок господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет так что же мне делать если мой брат точно идет опасным путем а я сделал все вышеперечисленное и внимательно проверил свои действия основаны они на принципе любви что делать дальше но я писал вам не сообщаться с тем кто называясь братом остается блудником или лихаимцем или идолослужителем или злоречивым или пьяницей или хищником с такими с таким даже и не есть вместе завещиваем живом братья именем господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата поступающего бесчинно а не по преданию которое приняли от нас я не должен обмениваться любезностями и комплиментами с каждым кто ненавидит все праведно но мне нужно любить их но не считайте его за врага господь мудр он всегда об этом говорит но не считайте его за врага а вразумляйте как брата вразумляйте говорите я не согласен с тем что ты делаешь мне это не нравится не злословьте друг друга братья кто злословит брата или судит брата своего тот злословит закон и судит закон а если ты судишь закон то ты не исполнитель закона но судья оставьте суд Богу церковь состоит из людей с разными темпераментами и разным положением в обществе многие приходят из различных церквей лопата истины отбирает одного в одном другого в другом месте этого им мира и в церкви христовой все эти различные члены должны сплотиться вместе Духом Божьим нужно пользоваться клеем правда если любовь христовая присутствует в сердцах членов этой церкви то посредством произобилующей благодати христовой будет достигнута единство и общность среди братьев нам нужно закрыть двери сердца каждой попытки удержать нас от стремления достигать гармонии и единства эгоизм это грех огорчающий Духа Божьего когда мы лелеем недобрые мысли подозрения по отношению к нашим братьям мы отрезаем себя от канала Божьей любви и света я часто слышу слова ну я тружусь над этими людьми но не хочу приводить их в церковь почему нет потому что церковь просто невыносима в ней не учат тому чему нужно учить субботняя школа это просто катастрофа и так далее но я усвоил некоторые уникальные уроки в этой церкви о том как действует Бог мы с женой разговаривали с женщиной об одном из известных проповедников который скоро приедет это было давно он был просто замечательным оратором одним из работников генеральной конференции который проповедовал на островах и имел опыты в которые невозможно поверить он завоевывал племена и целые группы людей становились адвентистами он был великолепен и женщина сказала я не приду в вашу церковь если там будет упоминаться сама церковь адвентистское учение или что-либо подобное я хочу послушать только его рассказы мы сказали приходите она предупредила одно только слово и я наделаю шума беспорядков и встану и выйду я испорчу вам всю встречу мы сказали приходите и она пришла она сидела между мной и моей женой этот лектор рассказывал истории показывал слайды в общем лекция шла гладко он рассказывал только о своих опытах на островах о местных жителях и тому подобном и вдруг он поменял тему и начал говорить о церкви сердце мое опустилось я взглянул на жену и вдруг вижу что эта женщина уже спит лектор говорил полчаса на тему которую она не желала слышать затем он продолжил свои рассказы и она проснулась после лекции мы спросили ну как она отвечает замечательные рассказы я так рада что он не сказал ни слова на нежеланные мне темы и она стала поддерживать отношения с церковью кто же управлял этим событием в ее жизни Бог управлял я понял что Бог когда нужно закрывает уши когда нужно глаза на то чего не стоит видеть если иногда то что вы видите склоняет вас уйти из церкви то проблема внутри оставьте это в Божьих руках он знает что делает будьте братолюбивы друг к другу с нежностью в почтительности друг друга предупреждайте или опережайте о братолюбии нет нужды писать вам ибо вы сами научены Богом любить друг друга братолюбие между вами да пребывает братья и сестры вы повели возникает ли в вашем сердце вопрос сторож ли я брату своему если вы называете себя детьми Божьими вы сторож брату своему да я сторож брату своему если вы называете себя детьми Божьими вы сторож брату своему Господь сделал церковь ответственной за души спасению которых она может содействовать Мы сторожа своим братьям, даже самым худшим из них. Великое излитие Духа Божьего, которое осветит всю землю Его славы, не придет, пока мы не станем просвещенным народом, который знает по своему опыту, что значит быть сотрудниками с Богом. Когда мы имеем полное, всецелое посвящение служению Христа, Бог признает этот факт излитием Святого Духа без меры. Но этого не произойдет, пока большая часть церкви не будет сотрудничать с Богом. Бог не может излить своего Духа, пока эгоизм и самоугождение присутствуют. Пока царит Дух, который можно выразить словами «разве я сторож брату своему?» Нам нужно изменить свое отношение, братская любовь. Вестники ведут себя слишком независимо, от этого следует отказаться, ибо слуги Божьи должны трудиться сообща. Слишком явно проявляется Дух, который можно выразить словами «разве я сторож брату моему?» «И сказал ангел, да, ты сторож брату своему, тебе следует проявлять неусыпную заботу о твоем брате, быть заинтересованным в его благополучии и хранить дух сердечности и любви по отношению к нему. И чем он хуже, тем больше, прямо как вы молитесь о своих своевольных детях больше, чем об идущих прямым путем. Держитесь вместе, держитесь вместе, творят человека. Бог хотел, чтобы он имел открытое сердце, жил без притворства, был честным, кротким, смиренным и простым». Это небесные принципы. Сам Бог установил их. Означает ли это, что нам нужно стать сентиментальными и не обличать грех? Нет. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу. Думаю, этот текст как раз подходит для окончания этой лекции. Братья, додаст нам Бог сил. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok В лекции использованы цитаты из книг «Библия», «Избранные вести», «Свидетельства для церкви» и другие книги Эллен Уайт. Перевод и озвучивание Кожевникова Павла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok